Когда я узнал, какие имена здесь будут представлены, легенды, скажем так, нашего баскетбола и советского, и международного уже сейчас, гомельский, это звучит в баскетболе, наверное, как в лобановской футболе. Поэтому плюс Саша Груевич, тоже я наслышан о нем, и Макарычева. То есть люди, которые как бы и прошли практически, и теоретически, и получили все регалии, и поэтому он, конечно, привлекает. И в Ольмурске Евгений, я как раз сказал, что не надо быть только главным тренером, что туда стремится, надо попробовать как бы в баскетболе все, и с детьми поработать, и посмотреть как бы атмосферу со всех сторон баскетбольного хозяйства. Поэтому в таком ракурсе. Но было полезно как бы? Очень, очень полезно, интересно, как бы какие-то вещи знаешь, помнишь, а когда пообщаешься и с коллегами, и коммуникейшн, как сейчас модное слово говорить, так очень полезно во всех отраслях и повстречаться, и пообщаться, и послушать, и записать. А уже анализы будем делать, скажем так, попозже чуть-чуть. И, ну, конечно, применять к своей работе, к деятельности. Поэтому очень полезно, и хотелось бы, чтобы почаще такие семинары проходили. Они дают тонус для дальнейшего развития, скажем так, баскетбола и общения, и для жизненного тонуса, для работы. Ну, с Александром Яковлевичем, да, я когда был в национальной сборной, первый раз меня вызвали в девяностом году. Пересекался с ним, конечно, очень сильная личность была, и психолог. Ну, в общем, личность со всех сторон. А с Евгением Яковлевичем я был, альпмана, знаете, такой, Василий Семенович, на юбилее у него там все легенды были, где киевского «Динамо», всех футболистов он пригласил. И был Евгений Яковлевич, он по «Динамо» с ним в Москве работал, и меня пригласил. И мы как раз рядом просто сидели за столиками, поэтому так я знаком с ним. Поэтому, как бы, очень приятно в такой атмосфере находиться. Она не так часто бывает, поэтому я еще раз хочу повториться, чтобы почаще такие проводились мероприятия. Единственное, что надо было, камеру взять. Вот мы взяли, она, к сожалению, не сработала. То есть перегруза нет, нормальная рабочая атмосфера. Как бы просто, что информации много, она вмещается, ну, просто ее сразу не проанализируешь и не пообщаешься на все темы с коллегами. Это да. То есть, как бы, можно было как-то по-другому, но оно всегда, вы же понимаете, сделаю так, что-то будет не так. Ну, то есть, как в таком виде, как бы, оно нормально, я считаю. По информатике все, как бы, можно и больше было бы.